Всем привет! Сегодня попался мне такой, ну вот не один, уже один разобрал. Соликс сороковой ставились на BMW, на альпинки ставились. Ну а ребята колхозят его куда хочешь. На таврии, на вазики. В данном случае там парень хочет поставить на Mercedes. Такой вот. С парень и карбюратором. Вот так он у нас. Кому будет фотография будет нагляднее видно. Ставится, ставится на коллектор. Понятно, что минус этого коллектора в том, что зимой его эксплуатировать будет сложно. Он не подогревается, надо будет его хорошо либо обволакивать. И плюс отбор вакуума для вакуума среди тормозов. Наверное, придется делать со всех четырех, потому что сильно короткое расстояние и разряжение будет слабовато. Но это такое потом скопление. Попался он уже нам не с первого. Не с идеального состояния этот карбюратор. Как бы люди уже с жиклёрами морочились. И вот хотел бы показать, что они тут начудили. Во-первых, вот обратите внимание, люди поставили, может быть так вот будет на этом луку. Вот видите, это разбирается. Взяли эмульсионную трубку с Оликса. Верхушку жиклера, если будет видно, они его там оловом заплавили. Сделали тут 135-й заместо 145-го. И вниз вставили, рассверлили до безобразия жиклёр холостого хода Озона. Для чего это все они сделали? Для того, чтобы как бы по идее вот этой юпочкой, когда вот закручиваете сюда до упора этот жиклёр, он должен упираться вот, вы видите, на самом деле, куда вылез. То есть вылез вон ваш вот сюда де резьба. У нас здесь стоят вот такие вот жиклёры. Они их тоже рассверлили, кстати. То есть он, по идее, вот этот вот весь у нас... Для чего это они все сделали? Чтобы вот так вот упирался вот сюда жиклёрчик, вот в это седло вот упирался, зажимался, и тем самым они регулировали, то есть этот жиклёр они рассверлили. А чтобы каждый разом, когда подбирать жиклёры, не мучаться, они взяли его верхушку такую сделали и все. Тогда они снимают... Вот так у нас стоит эта крышка. Вот так. Вот. Они ее сняли, полезли, допустим. Либо же, кому вообще не интересно, эту крышечку просто маленькую снимают и меняют жиклёр. То есть вот этот растачивает там больше, меньше. Но минус этой конструкции в том, что вот этот жиклёр, он все равно, как бы они не трюкались, он все равно не идеально прилегал к этому вот седлу. Потихонечку попадало топливо все равно. Я сделал немножко по-другому. В общем, взял обычный жиклёр, солевский жиклёр. Со вторичной камеры тут эмульсионка потоньше. Почему мне не понравилась эта конструкция? Здесь получается эмульсионная трубка почти не работает, потому что она... Вот. Она почти вот в канале, если вот так взять, допустим, внизу, то есть верху из вашей верицы, а внизу канал сужается и получается, что вся эмульсионная трубка полностью занимает всю толщину канала. То есть она не работает, то есть получается, воздух не будет, ему очень мало места между стенками колодца и этим. Взял тоненькую, вот у нас тут отверстий хватает, больше чем достаточно. С шариком заглушенным. Все. И вставляем вот сюда, как обычно у нас соликс, как стандартный соликс. Жиклёры, если вот жиклёры, вот эти вот, которые... Жиклёры ставились там на соликсах однокамерных, на каблуках, на кадетах, такой вот самый, один к одному такой жиклёр идет. Они его расферлили, но резьба у них абсолютно одинаковая. Берем обычный жиклёр с Вебера и подбираем уже, то есть осталось 125, у нас, допустим, 2 литра мотор. 125 и воздушку, а здесь берем вот 145 и вкручиваем вот у нас. То есть вот у нас два отверстия. Это у нас на этот карбюратор, это на этот карбюратор. У нас, по сути дела, два карбюратора в один. И все. И по резьбе вкручиваем именно топливные жиклёры. Да, конечно, придется поморочиться в том плане, что пока вы подберете жиклёры. Сейчас, видите, немножко его закручивать надо немножко сноровочку. То есть, придется, конечно, снимать вам карбюраторы до тех пор, пока если вы, вот видите, все, закрутил. Все. Вазиковский жиклёр с Вебера. Четко, то есть по диаметру подбираете. Советую подбирать от большого к меньшему. То есть, воздух ставите на минимум, там, 125. И топливо ставите, там, 145, к примеру. И пробуйте. Завели. Если, допустим, автомобиль, там, на холодную выдает, прям, там, чудесные обороты, все, значит, смесь немножко богатая. Пробуйте чуть-чуть уменьшать топливо. Там, 145 на 135 потихоньку. То есть, воздушный пока не трогайте. То есть, гораздо проще будет настроить так. Потому что, если вы будете сразу менять комбинацию, и воздушный, и топливный, ничего не угадаете. Далее, что по этому карбюратору, то есть, это примитивщина. То есть, то, что мы переделали, то, что там ребята колхозили. Что делаем дальше? Вот это вот, старайтесь, конечно, их не терять. Это жиклёр холостого хода. Видите, какой он специфический. Он короче, чем обычный. Можно, конечно, сюда подобрать. Сейчас покажу. В общем, вот этот вот их не жиклёр холостого хода. То есть, если вдруг уже, конечно, вы потеряли, обычный вазиковский жиклёр. Немножко он торчит по высоте. То есть, если вот брать по посадочному. Но ничего не мешает. То есть, вот эта крышка станет четко. Он пройдет вот как раз сюда. То есть, ничего страшного не будет, если даже вы где-то потеряли. Здесь 55-е сечение они сделали. Ну, я считаю, что уже, допустим, сечение этого жиклёра надо подбирать уже по потреблению. Допустим, как объем двигателя, вы же разный там применяете. Допустим, если вы ставите на 2-х литровый мотор, соответственно, там будет 55-й жиклёр. Допустим, ставите там на 1,5 моторчик. Все. Ну, преимущество вазиковского, конечно, что он сменный. То есть, сняли его, подобрали там 45-ку, вкрутили. Далее, сам канал. У нас вот канал холостого хода. Вот он, видите? Вот он отсюда. Пошел сюда. Вот винт качества смеси. Винты все, конечно, предварительно ставьте там. Ну, здесь у нас, помню, 4 оборота стояло. Даже почти 5. 5 полных оборотов. Это говорит о том, что жиклёры были маловаты, либо был подсос воздуха. Ну, в основном 4. Выставьте 4 полных оборота. Выставьте вот этим вот. Вот у нас винт. Отрегулируйте себе количество, нужное количество оборотов. В общем, выставили. Все. Вот заслонка у нас приоткрылась, и он работает. Работает, работает. Пробуйте потом все эти винты потихоньку по одному обороту поджимать. Поджали, поджали, поджали. Ага. Работа поменялась, стало хуже. Наоборот, на полтора отпустили. То есть, выставите качество смеси, но на всех уже более-менее одинаково. Кто будет точным, конечно, можно вот взять обычную древнюю приспособу. Индикатор качества смеси. ИКС-1 старенький такой. Вкрутили по пламени смеси, выставили каждый. То есть, вкрутили в один цилиндр. Ага. Пламя выставили по свечению пламени, по голубому. Можете так выставить, кому хочется. Так, все, разобрались, да? Главный воздушный жиклер с эмульсионной трубкой делаем, кому интересно, в плане вот именно подбора. Это самый оптимальный вариант. То есть, эмульсионные трубки везде тоненькие одинаковые. Верхушки меняем. Жиклеры, если у вас уже попалось в какашечном состоянии, если у вас не тронутый, конечно, пробуйте от стандарта. Если такой, как у меня, вот, сыр-бор, значит, пробуйте, выкручивайте, вкручивайте веберские жиклеры. С этим разобрались. Носики ускоритель-насоса, они выглядят вот так вот в этом карбюраторе. Вот здесь маленькое, тоненькое отверстие, вот здесь вот прям. Оно где-то 0,35-0,40. Вот вторые отверстия, которые заходные. Вкручиваем вот сюда. Вот. И вкручиваем их плотненько, чтобы резинки сели до упора. Вот села. Так само второе. Если резинка будет подтекать, вот это будет сопливить бензин наружу. Поэтому обратите внимание. Все, до упора. Далее. Сам клапан ускорителя насоса. Такие вот у нас шарики. Вот такие у нас сердечники. Это такие грузики. Они прижимают шарики внизу с пружинками. Пружинки очень тоненькие. Если провтыкаете пружинку, подойдет с этого насоса ускорителя с Оликса. Тоже можно ее туда в стандарь. И вот шарики. Шарик вот сюда. Обращаем внимание. Вот этот колодец. Раз. И второй шарик. Два. До упора. Аккуратненько эти нагружающий клапан. Раз. Два. И вот потом в конце уже вот такие вот видите уплотнители. Тут резиночки как бы уже видите. Немножко они ахти. Такие они уже прослаблены. Я их буду менять. Просто для опыта. Вот видите. То есть она встала, но она шевелится. Это уже не хорошо. Уже будет потихоньку может поддавливать топливо. Все. Это у нас насос и ускорителя мы закрыли. С холостым ходом. Холостый ход вот у нас стандартный. То как было. Потому что они одинаковые два. Разобрались. В общем собрал я. Чтобы больше времени не терять. Собрал жиглеры холостого хода. Основные воздушные жиглеры собрал. Собрал клапана ускорительного насоса и носики ускорительного насоса. Вот эти пробки. В принципе можете их не крутить. В некоторых компьютерах есть трубки, которые отбирают разряжение с вот этого вот канала. То есть они вам ни к чему. То есть вот видите. Отверстие. Оно прям выходит сюда прямое. Без ничего. То есть вас интересует качество смеси. Эти носики ускорителя насоса. Жиглеры холостого хода для того, чтобы они были чистенькие. Ну и основные воздушные жиглеры для того, чтобы дозировать машина ехала. Так. Поплавки влаживайте, чтобы нигде ничего не заедало. Крышка. Не просто крышка, а с механизмом подсоса. В чем заключается подсос? Вот канал топливный. Жиглер. И он вот сюда, вот эти отверстия, соответственно вот эти, отправляет топливо. Все. Вот вам весь механизм подсоса. То есть берем, вот видите, смотрите, дую. Все. Если в закрытом положении не дуется, значит подсоса у вас не будет. В общем, собрал верхушечку у нас с нашим механизмом подсоса. Все. Прокладочка у нас тут живенькая была. То есть как бы, ну, тут не принципиально. Такого просто главное, чтобы не сочилось топливо. Здесь воздух подсосывать, в принципе, нигде не будет. Далее отдельное. Вот эти все винты, это просто винты крепления распылителя и диффузоров. То есть можете их не трогать, они вам ничего не приведут. Если вы не планируете их менять. Отдельно я хочу обратить внимание на механизм у скрытеля насоса. Мембранку обращайте всегда внимание, чтобы она не вращалась, чтобы плотненько сидел центр. Потому что будет вращаться, будет подтекать топливо и ничего вы не извините. Крышечку, у кого старенький, можете немножко спланировать. Сюда вот можно немножко капнуть масло для того, чтобы центр мембранки ходил вот легко. Так. Вот. Но еще хочу обратить внимание. Не просто крышка. Вот под этим винтом. Сейчас я его выключу, покажу. Будьте внимательны, этот клапан. Вот стеклянный пластиковый шарик. Для чего он сделан пластиковым? Чтобы он не прилипал. Есть стеклянный. Получается вот этот вот клапанец, он будет набирать с поплавковой камеры. Сейчас я вам покажу более наглядно, потому что может быть так. Нет. Зажимаем его до упора, чтобы он не открутился. И вот получается, он вот так вот станет. Он будет набирать через вот это отверстие, набирать будет себе этого топлива. И потом нажимает, вышел сюда и пошел в эту трубку топлива. Вверху мы эти утяжелители с пружинками поставили, то есть они прикрывают. А этот насос именно набирает на себя топливо. Поэтому собираем его правильно. То есть пружинку. Также вот аккуратненько на центр, чтобы пружина не пережимала. Вы его совместили. Все отверстия совмещены. И сразу собираете вот два вот этих вот винтика коротеньких. Которые обеспечивают вашему блочку неподвижное состояние. И они же являются центрующими. То есть тут шляпки конусные такие. Старайтесь их не терять. Зажали. Все. Наш блочок сбора готов. Далее. Вот это прокладочка. У кого есть сомнения, если вот здесь будут трещины, вдруг в случае меняете сразу. Потому что будет сопливить топливо с насосовый ускоритель. И вот аккуратненько его вот так вот надели прокладочку. Весь наш блочок. Прежде чем его собирать сразу. Смотрите, обращу внимание. Вставляете вот сюда сразу. Вот штулочка наша. Оп. И вставили сюда. И затем только вот вставляете на место. Сейчас покажу еще как регулировать сам производительность насоса. Ну мало ли. У кого-то там будет провал. Когда будете ставить там жиклеры поменьше, там поменьше. Бывает такое, что жиклеры уже нормальные. А провал при старте есть. Потому что есть люфт на самом насосе ускорителя. Тоже не путайте. Провал при бедных жиклерах и провал при слабой производительности ускорителя насоса. Бывает насосом можно добиться вот именно четкого старта с места при более бедных жиклёрах. Зажимаем. Потом, конечно, нужно залить топливо. Посмотреть, чтобы он не сочился. Потом не снимать его с... Обращайте внимание. Вот смотрите. Видите, я чуть-чуть нажимаю на дроссель. Вот видите, тут чуть-чуть. И видите, уже насос работает. Вот. Всё. Вот так он должен работать. Не так, что вы нажали, есть какой-то ход, а потом пошёл. Будет провал. Есть провал. Либо этой гаечкой. Попускаете эту гайку. Тогда будет сразу. Либо же вот этим вот винтом на оси. Вы тоже можете немножко подрегулировать. Старайтесь его не крутить, потому что потом его будете... Попробуйте только вот этой гаечкой. Всё. Ускоритель работает. Без заеданий. Следующим этапом установка нормальных прокладочек. Чтобы не подсасывало воздух. Чтобы было нормальное. У нас плоскости фрезерованные. Поэтому у нас не будет этого момента. То есть прилегание, чтобы было чёткое. Без этого. Без зазорчиков. Так же самое и здесь. Головки блока цилиндров. Так самые карбюраторы. Собрали всю вот эту конструкцию. Вот так вот. Как у нас вот было показано. Вот. Всё. Собрали. Отрегулировали. Винтиком холостой ход. Выставили. Всё. И дальше уже, как я говорил, отпустите на 4 оборота каждый винт. Пускай это будет больше, но это будет более устойчивые обороты. Выставили там 1200 оборотов на заслонках. Всё. Она молотит. Потихонечку убираете обороты двигателя. Смешаете до 850. И пробуйте каждый винт либо индикатором. У кого есть эта фигня. У кого может уже есть более модная, потому что это понятно, что это прошлый век. Но тем не менее работает. Либо же пробуйте просто уже на слух. Каждый там по одному воротику поджали, по одному, по одному. И добьетесь оптимальной работы. Всем спасибо за внимание. Пока.